Лобнинский парк Лучшее новогоднее оформление объекта сферы культуры и досуга. Я думаю, что, конечно, все в совокупности там рассматривали, потому что мы представили презентацию парка согласно положению конкурса. Входная группа была очень интересна для комиссии. Наш олень, наши шары, рождественский поезд, наши мероприятия зимние, открытие лыжни, открытие лобнинского катка на пруду. Это тоже были оформления сцена, костюмы. В совокупности, как бы, в целом картинка сложилась таким образом, что мы из 71 участника заняли второе место. Первое место занял городской округ Химки, объединенная дирекция парков. Второе место вместе с Лобней разделил Дмитровский район, музей-заповедник Дмитровский Кремль. Третье место у библиотеки деревни Мильково в селе Развилковское Ленинского района. Сейчас опять входим в следующий конкурс «Широкая Масленица Подмосковья». Готовимся? Мы объявили городской конкурс на лучшее изготовление обрядовой куколы-чучела-масленицы. Активное участие у нас в прошлом году принимали и в этом году тоже примут все наши школы нашего города. Итоги конкурса мы подведем 17 февраля. В городском парке будет создана профессиональная комиссия художников, которые будут просматривать изделия этих красавиц. И уже вручение 22-го состоится на открытой эстраде городского парка в праздновании «Широкой Масленицы». Напомним, что во время празднования Масленицы в прошлом году Лобнинский городской парк занял первое место в номинации «Лучшее подворье». Пока зима не завершилась, горожане еще надеются встать на коньки в парке. Каток мы обязательно приведем в порядок, потому что в связи с погодой, с оттепелью, каток сейчас у нас находится не очень в рабочем состоянии, но мы его обязательно приведем в порядок, потому что работы уже сейчас, мы приступили к этим работам, еще раз будем заливать. Я думаю, что мы еще покатаемся на нашем катке. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».